приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья у нас в этом видео народные приметы на 22 января поговорим о церковном календаре на этот день поговорим о народном календаре на 22 января и конечно же поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать 22 января и так друзья два начнем ко всегда церковного календаря так 22 января друзья православном календаре это день когда церковью почитается память святого филиппа это владыки московского и всея руси в начале 16 века в семействе боярина родился мальчик который получил имя федор с детства федор осознал что его сердце отдано богу подражая отцу он выбрал путь военной карьеры но при этом не прекращал ежедневно посещать храм и вскоре решился на монашескую жизнь федор втайне от родителей ушел из дома и отправился в соловке где провел девять лет во время своего путешествия он усердно трудился и был возведен в сан пресвитера после служения игуменом здесь же ему было дано новое имя филипп несмотря на свое боярское происхождение он оставил после себя много добрых дел построил больницы скотные дворы церкви даже основал уединенные места для молитвы пустыни одна из которых будет позднее названа его именем филипп стал московским митрополитом благодаря своим лидерским качествам и образованию несмотря на доброту и человечность филиппа у него возникали частые конфликты с правящим в эту эпоху иваном 4 грозным из-за осуждения филиппом он же федор опричнины которую вел царь это спровоцировало вызов к царю который лишил его сана и заключил в заточении в монастыре затем филипп был перевезен в тверский отроческий монастырь где предсказал свое убийство малютой скуратовым и вы знаете предсказание исполнилось также друзья сегодня у нас с вами по празднества бог и богоявления как вы помните по празднества это череда праздников которые длятся после главного праздника в данном случае крещения господня у каждого важного праздника свое количество дней по празднества после богоявления праздничными считаются 8 дней то есть для отца от 20 до 27 января последний день будет проходить отдание праздника а 22 января проходит у нас сами друзья третий день по празднества также же сегодня церковь вспоминает день памяти пророка сами и сами это библейский пророк который жил в десятом веке до нашей эры является современником царя соломона и его сына рова ума вел записи о последнем и стал известен своими пророчествами частности передавал слова господа рова уму также сегодня отмечается день памяти мученика полеев хита милитинского полеев молить милитинский это первый мученик армянского города милитин сейчас город имеет название маладия и находится в турции был казнен около 259 года за то что открыто продемонстрировал веру в христа поле вид считается покровителем клятв и контрактов так как был не преклонен в клятве своей вере ну а в народном друзья календаре 22 января это день филиппа день евстратия филиппа в день или скрута будня и по традиции именно 22 января считается опасным днем так считали наши предки почему потому что верили что сегодня может подняться нечистая сила поэтому старались сегодня не конфликтовать и даже не спорить так друзья после длительной череды праздников у людей накопилось множество дел поэтому в доме сегодня производили генеральную уборку перестирывали одежду и белье ну и конечно же все эти заботы ложились на плечи хозяйки дома про которую в народе говорили не та хозяйка хороша что красиво говорит а та которая щи вкусно варит 22 января было принято идти в баню чтобы отмыться и смыть святки люди верили что в этот день у банника как вы знаете это дух который обитает в бане можно взять шапку-невидимку для этого в парилку нужно зайти самым последним и под подошву левого сапога положить крестик сесть лицом к стене и бронить все на свете и вот согласно поверим выйдет старичок банник и протянет шапку-невидимку также верили что волшебную вещицу в этот день просто можно найти даже при посещении парной потому что банник оставляет ее только хорошим людям а вот на ужин день евстратии филиппа готовили обязательно щи которыми кормили всю семью также в этот день обязательно кормили странников странников не отказывали им и в ночлеге сюда что отказ это грех великий будут после все дом стороной обходить когда в доме была девка на выданье она должна была самостоятельно приготовить щи на которые звали соседи у которых были холостые парни чтобы они попробовали поняли что лучше хозяюшки а значит и жены мне найти ведь у доброй хозяйки всегда щи хороши также в этот день обращали внимание на народные приметы касательно погоды потому что для наших предков это было очень важный так если 22 января был ясный день то это говорило о том что будет хороший урожай а скотина выпущенная во двор в хлеб стремится холоду и к снегопаду если морозная погода то хорошему урожаю яровых а вот если вороны и галки сидят на верхушках деревьев это к морозам на снегу к оттепели если кошка на печь залазит по холоданию лежит сверху брюхом потеплению точит когти об дерево к ветреной погоде но если спит целый день это к теплу а если собака спит свернувшись клубком это холодом рожденные в этот день 22 января люди очень энергичные и в то же время импульсивные и деятельные работаем необходимо выбирать соответствующую так как спокойно и пассивно связано с рутинной деятельностью и мало подходит правильно выбранная профессия в жизни это работоспособность смелость и активность позволяют таким людям достигнуть невероятных успехов человек рожденный 22 января обладает даром мирить враждующих людей но а в качестве талисмана ему следует носить алмаз что же касательно сновидений в ночь с 21 на 22 января то они могут стать отражением прогресса или затруднения на пути к самосовершенствованию счастливый сон наполненный светлыми образами и положительными эмоциями говорит что ваше развитие движется в нужном направлении сон в котором преобладает отрицательные эмоции и персонажи сигнализирует о том что ваши действия отклоняются от истинного пути и душа испытывает тем самым дискомфорт но общение с каким-то человеком во сне может оказаться ключом к пониманию вашего внутреннего мира постарайтесь вспомнить тему и содержание разговора ведь даже самые незначительные детали могут оказаться важными подсказками для вас это подсознание нашептывают некую тайну которую вы можете применить в реальной жизни а вот если мира миролюбивое животное вам во сне было то это предвещает приятные новости или благоприятные изменения такой сон может указывать на то что ваша энергетика в гармонии с окружающим мир миром открывая путь положительным событиям похожим образом сон в котором присутствует яркая солнечная погода говорит о предстоящем улучшении материального положения давайте поговорим о том что же нужно было делать 22 января по народным приметам и традиция вы знаете главное что в этот день нужно было делать 22 января это работа праздники как вы знаете уже закончились и пора приводить дом и хозяйство в порядок приступать к важным делам и начинанием на основной работе если вы находитесь дома стоит подумать о том чтобы подмести помыть полы протереть пыль постирать на готовить блюдо разложить аккуратно вещи по всем полочкам и шкафам также не забудьте привести в порядок и хозяйственные постройки хлеб и двор это считается что привлечет удачу в работе в хозяйстве и прибыли также в этот день думайте только о хорошем только о позитивном а удаче и счастье проявляйте сдержанность даже если кто-то вас провоцирует и сильно нервирует агрессия ссоры и скандалы сегодня приведут только к проблемам в этот день было при было принято приводить в порядок себя и свой дом так как за время праздников у людей скапливалось много дел поэтому хозяюшки стирали гладили и мыли полы но мужчины конечно же занимались тяжелым трудом также 22 января было принято ходить в баню чтобы смыть святки христианской традиции это время с рождества христова до крещенского сочельника первой те друзья поговорим о том а что же нельзя было делать 22 января по народным приметам традиции и суевериям так друзья главное что нельзя было делать в день филиппа 22 января это друзья бездельничать и такая запрещающая народная примета появилась неспроста к этому дню как вы знаете заканчивали святочные гуляния и приходила уже поробраться за работу нужно было сделать генеральную уборку в доме постирать заняться ремонтом инвентаря а также не забыть нарубить дров люди верили что тут кто не прислушается к совету и продолжит вести праздный образ жизни будет наказан начнутся у лентяя серьезные финансовые проблемы планы в одной части просто навсего рухнут а также уйдет из дома удача и счастья также не стоит и в бане судачить иначе бане все услышит и проучит сплетника тот обожжется или же уронит на себя что-то тяжелое также народными приметами этого дня запрещено сегодняшнюю работу делать наскоро то есть быстро дело в том что чудотворец филипп не уважает те кто относится халатно к делу такого работника он может серьезно наказать на слав на него хвори и неприятности поэтому 22 января любую работу нужно обязательно довести до конца сделав ее качественно и эффективно нельзя в день евстрате и филиппа над кем-либо глумится таким поведением можно навлечь на себя и на своих близких беды и горести поэтому нужно быть очень сдержанным сегодня высказываниях словах а вот язвительность и издевки неуместно обратите на это внимание также в этот день 22 января нельзя пришивать пуговицы иначе не сможете избавиться от старых проблем однако если было у наших предков какая-то срочная необходимость пришить пуговицу то чтобы нейтрализовать действие народные приметы нужно было обязательно трижды сплюнуть через левое плечо запрещается сегодня ругаться и ссориться друг с другом на поругавшихся посыплются проблемой и неприятности не стоит собираться сегодня и в дальнюю дорогу она будет несчастливой в пути могут случиться кражи знакомства с неприятными людьми а также проблемы денежного характера но если на 22 января у вас запланирована поездка от которой вы никак не можете отказаться то нужно перед тем как выходить из дома под обязательно подмести пол впереди себя также не рекомендуется в этот день 22 января пить алкогольные напитки играть в азартные игры а также сквернословить таким поведением можно привлечь к себе нечисть которая взбунтуется и начнет беда курить иногда ее невозможно даже успокоить или же задобрить такой ситуации нужно поставить домашние тапочки носками к порогу и прочитать молитву отче наш нельзя даже делать сегодня что-то спустя рукава если уж взялись за какое-то дело то доведите его до конца работа должна быть эффективной и максимально качественной филипп не очень любит когда люди халатно относятся к своему делу поэтому всем кто выполнит работу как есть так и будет филипп принесет неудачу и болезни поэтому не высмеивайте никого в этот день высмеивать кого-либо нельзя и в обычные дни но в этот день 22 января особенно если по-доброму пошутить это одно а если поднимать на смех использовать иронию сарказм и прочие издевки то 22 января вы можете навлечь на себя беду также в этот день нельзя писать письма филиппов день для этого просто навсего не подходит если не хотите попасть в немилость филиппа то лучше отложите написание писем на другой день также этот день не подходит для того чтобы планировать и какое-то дальнее путешествие считается что она может быть несчастливым а в пути могут ждать кражи финансовые проблемы и знакомства с неприятными людьми ну а если же путешествие отменить нельзя по какой-то причине то выходя из дома нужно подметать перед собой пол девочки и мальчики обязательно примите это информацию к сведению друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео эта информация будет полезна и важно друзья кто спрашивал как вы можете отправить свою благодарность виде доната на ссылка есть в описании к этому видео переходите по ссылке и любая сумма которую вы считаете нужной и важной отправляйте нам будет очень приятно друзья но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите все к вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами же буквально в следующем видео